Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Душка, я журналист. И сегодня у меня в гостях Игорь Александрович Романенко, генерал-основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины». Здравствуйте, Игорь Александрович! Здравствуйте, Иван! Сегодня поговорим о том, Херсон ли это ловушка, какие конфликты возникают в армии Российской Федерации, и чем это все чревато для Путина и для Российской Федерации вообще. Но для начала давайте ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что это Блиц-интервью. Короткие вопросы и короткие ответы в одно-два предложения. И вот первый вопрос. Если Путин хочет переговоров, значит ли это, что планы Кремля в войне изменились? Или это не так? Я думаю, что стратегические планы он хотел бы оставить, а насколько ему удастся, это покажет жизнь и обстоятельства. То есть пока он их не меняет. Сколько россиян еще должен убить Путин, чтобы они поняли, что он их предал? Ну, я думаю, за 100 тысяч сейчас там уже под 80, 100-150. Хотя принципиально все равно будет подача того, что бы ни происходило на фронте, пропаганда будет подавать это как какие-то обстоятельства, не влияющие в целом на их победу, которая имеет место. После поражения стоит ли России запретить иметь армию и флот? Для начала было бы хорошо, но насколько это удастся, это большой вопрос. Мы помним, как это бывало с Германией и в Первую мировую, и впоследствии. Но со временем и с той же Японии проходили годы, и все это становилось на круги своя. Это был первый блиц. Напоминаю, что в конце интервью еще будет еще один блиц вопроса от наших зрителей. Дождитесь, и сейчас поговорим о текущих вопросах. Вот россияне уходят на левый берег. Как это, какие преимущества дает это вооруженным силам Украины? Как это повлияет на дальнейшие военные действия? Сокращается длина протяженности фронта. Условия применения артиллерийских систем для сил обороны Украины улучшаются, потому что правый берег, он более высокий. Ну и вот воздействие как в военном, так и в морально-психологическом плане, оно, конечно, имеет место. Но тут большой вопрос в том заключается, чтобы, например, сразу форсировать, это как будут складываться обстоятельства, эту речку и попытаться, ну, это Днепр. Там достаточно широкие условия такие. Такие варианты выберет Генштаб. Это будет видно в ходе того, как будет происходить вытеснение, выбитие этой группировки. Вот смотрите, освобождение Херсона, это же не только именно Херсон, это получается всей правобережной части Украины. Можно ли найти такую точку на карте правобережной части, откуда артиллерия может доставать вплоть до Крыма? Или это пока слишком далеко? Нет, там вот в районе, то есть, можно находить точки, которые бы позволяли иметь дальность до переширика Крыма на 110-120 километров. Это, например, точка У. То есть, такие возможности будут появляться и открываться. Это тоже очень важно. То есть, взять под огневое воздействие логистические поставки через Крым. Это очень важно и принципиально. Сколько сейчас поставляется из Крыма именно части снабжения в процентном соотношении, можно сказать? Я думаю, до 70% поставляется именно из Крыма. То есть, это главная артерия получается, да? Да. Вот россияне уходят из Херсона, и я читал, что они минируют квартиры, чтобы на них подорвались мирные граждане, которые будут возвращаться в эти квартиры. Это на самом деле не ново, потому что я живу в Буче, я знаю, что многие квартиры были заминированы, в том числе квартиры в доме, в котором я живу. Можно такой вопрос? Как вообще с такой армией можно вести переговоры? Как вот с такой армией можно вообще нормально воевать? Ну, с армией переговоры не ведутся, ведутся переговоры с политическим руководством. А воевать мы видим, как и какое политическое руководство, и как они воюют с этой армией. То есть, вторая армия как бы воюет с армией, которая занимала 22-е место. Однако по делам все меняется местами. Давайте поговорим о конфликтах в армии Российской Федерации. Уже не раз писали и не раз говорили о том, что даже признавали российские СМИ, о том, что есть конфликты в российской армии, особенно на национальной почве. Да, в Петрунке, правильно? Почве. Национальной почве. По вашему мнению, национальная почва может стать развалом для армии Российской Федерации? Или все-таки они как-то могут контролировать этот вопрос? Ну, что только именно такой подход, я не думаю. Но дело в том, что там не только национальная, но и религиозная, и региональная, и, в общем-то, другие процессы. Так вот, по совокупности, я думаю, что эти процессы, если будут активно дальше развиваться и усугубляться, они имеют место, просто степень развития этих процессов еще недостаточная для того, чтобы развалить это агрессивное государство. Но потенциал такого рода есть, и мы это наблюдаем. На примерах различных от расстрела в центрах подготовки на религиозной почве и национальной одновременно на противоречиях, связанные с разделом награбленного имущества между там кадыровцами и другими структурами, ну и так далее. То есть уже достаточно много примеров показывают, что эти моменты имеют место в структурах вооруженных Российской Федерации. Тяжело командовать такой армией? Конечно. И неспроста, это такой беспрецедентный момент, что вот за эти 9 месяцев, особенно начальный период, у них уже погибло до 15, по-моему, высшего офицерского состава, то есть генералов. Они, не доверяя своим нижним командировам в информации, в управлении и вынуждены сами выезжать на передовую. Работает разведка наших союзников и наши ударные средства, которые приводят в совокупности эти действия к тому, что уничтожается высший офицерский состав. Ну и достаточно много старшего офицерского состава, это от майора и полковника, которые государство затащивает большое количество средств и не только средств. Все это измеряется в подготовке к такой категории военнослужащих. За сколько можно подготовить хорошего офицера по времени? Вот действительно хорошего? По системе советской, которая сохраняется в Российской Федерации, ну и в общем-то в чем-то натовской, значит, ну чтобы стать генералом, надо получить три высших военных образования. В натовской несколько иначе, но там тоже системы различных курсов, суть сводится к такому же. Что касается по специальностям, значит, есть такой классический пример, например, летчик-снайпер в истребительной авиации, это наиболее тяжелый вид, род войск авиации, и, значит, в которой имеется третий, второй, первый класс, мастер. А потом, значит, есть снайпер. Так вот, чтобы подготовить летчика до уровня снайпера и поддерживать потом уровень, необходимо столько средств, как если бы этого летчика отвить из золота. Причем это касается не какой-то отдельной страны, а такой международный подход. Я вот что хотел уточнить, вот именно здесь. Могут ли специально условные дагестанцы, командиры, посылать на убой, специально на убой, в самую горячую точку, именно русских? Или наоборот, русские командиры условных дагестанцев, чеченцев, удмуртов, а не русских посылать? Может быть такое? Может быть, но второй вариант более вероятный, поскольку офицерский состав, по большей части это именно русский, а не наоборот. То есть имеют место примеры, когда представители национальных меньшинств добираются до достаточно высоких постов, но это, скорее всего, исключение, чем правило. Для российской армии опасно, если дагестанцами будет командовать дагестанец? Ну, такого нет. То есть сейчас последнее время, а раньше по понятным причинам так не допускалось, чтобы создавать национальные подразделения, ставить национальных командиров, потому что это щревато очень серьезными последствиями. Что-то пошло не так, и это подразделение будет отстаивать интересы не Российской империи, а своего народа и своего образования национального. То есть убивать другие народности не жалко, а опасаться, что одна из народностей поднимет бунт в армии, это возможно? Да. А хорошо, давайте поговорим вот о армии Пригожина, вот эти вот частные его компании. Они, по вашему мнению, эффективнее воюют, чем обычная армия Минобороны России. Или так же? Эффективнее, поскольку они лучше обеспечены, вооружены, более высокий уровень выучки, по совокупности опыт имеется у них, ну, по крайней мере, те, которые начинали принимать участие в этой войне. Сейчас уже не приходится говорить об уголовниках, которые привлекаются, но к любви Пригожину создана определенная система, в которую человек, когда попадает, его все-таки в достаточной степени приводят к уровню, который можно было применять. Но этот уровень все равно не сравним. Еще раз подчеркиваю то, как они были, какой имели военный потенциал на начало их так называемых спецопераций, а в общем-то войны Украина-российской. А вот смотрите, хорошо, они больше подготовлены, они лучше экипированы. Есть ли другой такой момент, что они преданы Пригожину? Они преданы командирам, которым дает деньги Пригожин? Тот вопрос не столько в преданности, сколько в боязни расплаты за отклонение. Я же говорил о той системе, которая такой полууркоганской, сам Пригожин уголовник, поэтому вот он создал такую структуру уголовную, военизированную, в котором фактически отклонение наказывается смертью со всеми вытекающими последствиями для каждого, кто пытается стать на такой путь, о чем он говорит, в том числе и свои агитации в колониях, известные его записи. А если говорить не о войне, а о восстании, например, против Путина, эти уркоганы, они поддержат Пригожина, если он захочет такого? В какой-то степени кто-то поддерживает, кто-то нет. Это надо говорить о том, какая именно структура из Пригожинской, в чем будет участвовать. Хотя ФСБ, который руководит целом этим государством и его лидер, вышедший из ФСБ, Путин, старается контролировать. Они не любят ни кадыровцев, ни Пригожинцев, считая, что это не настоящие государственные, военные, но терпят, поскольку Путин им создана такая система и пока она остается в действии. Если у ФСБ будет шанс, они обязательно накроют и Кадырова с Кадыровцами, и Пригожина с Пригожинцами? Думаю, что да, такую возможность они реализуют. Но тут надо понимать, что кто-то должен, они-то сплачивают общее противодействие в борьбе с Украиной, с нашими силами обороны Украины. Здесь надо действовать вместе, потому что поодиночку они падут еще быстрее. Поэтому такие противоречивые процессы происходят. Ну, вот такая Россия. Давайте перейдем к мобилизованным. Вот у меня такой может быть человеческий, наверное, вопрос, не военный, а человеческий. Мобилизация, вопреки заявлениям Путина, продолжается. Это понятно всем, даже, наверное, самым далеким россиянам. Вот как можно так обманывать своих же граждан? Вот он говорит по телевизору, что мобилизации нет, а вот она есть. Я думаю, что делать анализ и заключение по поводу морального облика Путина, это впустую терять время, потому что его образ и характер сформировался еще с питерских в подвороте, где он, так сказать, там воспитывался, причем он был хрупким, слабым, надо было выживать, и его там использовали для начала драку. Вообще у него и дальше это, в общем-то, ему в этом смысле не очень везло с точки зрения своих товарищей, начальников, потому что у него клички были там Моль и так далее. Такие. Но он нашел возможности пойти в доверие политических кругов, которые его привели на престол, и теперь характер уже сформирован детскими впечатлениями. Это очень серьезно для любого человека. Поэтому он озлобленный, поэтому он злопамятный и очень много остального. Поэтому как это мог Путин терять время впустую? Он может на многое, потому что его такая действительно сформирована и он является военным преступником мирового масштаба. Вот сколько мобилизация уже закончилась, но она продолжается. Сколько Минобороны России может еще нагрести людей, сколько они могут призвать в армию мобилизовать? У них потенциал есть до нескольких миллионов. Это потенциал. Минобороны Ассета сколько будет необходимо, процесс будет продолжаться по возможности обеспечения такого вооружения, значит, амкированием, деньгами и всем остальным. Но этот процесс уже как бы значительной степени перенапряжен. То есть они мобилизовать могут где-то 150 тысяч одновременно, а сейчас это уже гораздо больше, но система как бы уже устоялась, то есть они продолжают этим заниматься дальше по необходимости. То есть мобилизация по-вашему удалась или нет? Да нельзя сказать, она не закончилась. Она в каком-то смысле достигает своей цели, поскольку за счет того, что призвано такое количество большое людей, он с повильня, то есть уменьшает темпы своего поражения. То есть вообще задача ставилась застабилизировать фронт, вернуть себе стратегическую инициативу и добиться целей, которые поставлены перед началом так называемой спецоперации. Однако это не происходит, все усугубляется, но поскольку больше людей задействовано, то есть чем вот в таком виде закрывать дырки, подход этот ошибочный, но другого у него нет. Вот как человек военный, можете мне объяснить, что происходит вообще в российской армии. Есть куча видео, где мобики, контрактники жалуются, в основном, конечно, на кадыровцев, что те их унижают, грабят, иногда даже насилуют, не будем говорить, каким образом. как такое вообще возможно в армии? И вообще такое возможно в армии? Вот в советской армии, например, такое было? В советской армии тоже было, неуставные отношения имели место, но степень разная, это как коррупция. Есть в России, есть в Украине, есть в развитых странах мира, вопрос от ее степени. А почему так сейчас происходит, тут мы уже мельком говорили, потому что вооруженные силы во многом становятся очень много взяты от уголовной тюремной системы, где существуют такого рода порядки, это переносится в армию, любая армия любого государства, это срез общества и срез государственной машины этого государства. Поэтому таким образом это происходит и в Российской Федерации. Вот степень неуставных отношений, насколько она велика сейчас в Российской армии? Ну, она значительна, что приводит к возникновению розни, причем с применением оружия против другого военнослужащего. В последнее время эти случаи все чаще и чаще повторяются. Поэтому степень достаточно большая, но не настолько, чтобы подорвать и разорвать эти вооруженные силы. Пока. Почему в этих вооруженных силах, которые пока никак не подорвать, не разорвать, все равно есть ровные, чуть-чуть ровнее? Причем чуть-чуть ровнее это в основном кадыровцы. Вот, например, тот же Золкин, который ведет интервью с пленными, говорит, что им никогда не доводилось брать интервью у чеченского пленного, кадыровского пленного говорить, правильно, да, кадыровца, потому что их сразу же тут же меняют. Почему одни стоят в загранотрядах, а другие должны класть свою жизнь? Опять же, вопрос про кадыровцев. Тот, кто там в зоне или в тюрьме имеет средства, имеет покровителей, значит, ему легче живется в этой тюрьме народов и в этих вооруженных тюремных силах Российской Федерации. То есть, получается, кадыров имеет прямое влияние на Путина. Это, да? чечен, кадыровцы... Имеет на Путина и отстаивать свои интересы в противном случае он понимает, что те же кадыровцы могут его снести политически, если не будет это происходить. Похоже, получается, что только буряты могли ставить на место кадыровцев, а русские как овцы идут на убой, куда их посылают, куда посылает их Путин, тервят все бесчинства со стороны кадыровцев. Как-то так происходит? Нет, разные есть. Там русские разные части, более подготовленные, так называемые элитные, они не допускают в отношении к себе такого. Это в большей степени происходит над гражданами Ордло, мобилизированными, то есть слабимы частями в вооруженных силах Российской Федерации. Давайте ответим на Блиц, это вопрос от наших зрителей, вот первый вопрос. Черноморский флот после недавних событий теперь не флот? Флот с ослабленными возможностями. Черное море может стать демилитаризованной зоной после окончания войны? Думаю, что нет с позиции Турции. Путин так боролся за Крым как военную базу, она себя оправдала или нет? На текущий момент этап войны с точки зрения Российской Федерации оправдала, но в целом я думаю ситуация изменится и мы ее деоккупируем, она будет частью Украины. Кто сейчас командует российской армией, лично Путин или все же генералы? В зависимости от того, что касается военно-политических решений командует уже Путин, а суд военные более нижнего уровня занимаются генералы. После победы Украины мы можем претендовать на ядерный арсенал Российской Федерации или Украине это не нужно? Хотелось бы, но маловероятно. Сколько еще продлится война, по вашему мнению? Думаю, что должна закончиться в следующем году. Большое спасибо за ответы на эти вопросы. Все четко по полочкам. Будем ждать нашей победы. Желательно побыстрее, чтобы меньше погибло и украинских, да и российских этих всех товарищей. Большое спасибо. Ждем победы. победы.